После капитуляции вермахта и сдачи в плен немецких войск на территории Германии были установлены зоны, контролируемые войсками союзников. Столица бывшего рейха оказалась в советской зоне. Однако, согласно договоренностям, еще от 12 сентября 1944 года между СССР и союзниками Берлин был разделен на две примерно равные части – восточную и западную. Восточный Берлин оставался за СССР, а в западном разместился ограниченный контингент союзнических войск Великобритании и США. 5 июня 1945 года Британия выделила из своей оккупационной зоны Берлина часть территории города для контингента из Франции. Соответственно, с июня 1945 года контроль над западной частью города осуществляли союзники США, Великобритания и Франция. Сразу после войны образовалось два Берлина – восточный, ставший с 1949 года столицей ГДР, и западный, оставшийся анклавом под контролем союзных держав. Советская сторона Берлина. После окончания войны город лежал в руинах. Многие дома были развалены, другие повреждены, нарушена инфраструктура и логистика городских улиц, электро-, водо- и газоснабжение. Над городом нависла угроза эпидемии и голода. Немецкое население пряталось и боялось выходить на улицу. Сказывалась многолетняя геббельсовская пропаганда, рисовавшая красноармейцев восточными дикарями-варварами. Руководство советских войск во главе с маршалом Жуковым приложило огромные усилия для решения, казалось, неразрешимых проблем. Многих немецких городов, в том числе и Берлина, были организованы бригады из частей Красной Армии и местного населения для уборки и расчистки городских улиц. По специальному приказу развернули полевые госпитали для оказания медицинской помощи местному населению. На площадях и улицах работали полевые кухни с целью организации питания и раздачи хлеба голодающим берлинцам. Но кроме общих положений и общественных отношений, всегда остаются еще и межчеловеческие, межличностные. Люди они везде люди. В Рейхе, как мы знаем, была развита проституция для удовлетворения интимных нужд и потребностей немецкой армии и связанных с ней служб. С приходом Красной Армии все бордели и дома терпимости были закрыты, а их участницы распущены по домам. Однако это не означало прекращение продажной любви. 19 января 1945 года вышел приказ Ставки за номером 299, строго каравший за насилие и запрещающий советским солдатам и офицерам вступать в половые отношения с немецкими женщинами и женщинами освобожденных стран. Делалось это, конечно, не только из-за моральных соображений, хотя моральному облику солдат и офицеров в Красной Армии уделялось большое внимание. Однако советское руководство было обеспокоено еще и распространением заразных и венерических заболеваний в рядах Красной Армии, и опасения были не напрасны, поскольку в послевоенной Европе были распространены туберкулез, цинга, гепатит, желтуха, как ее тогда называли, и целый букет венерических болезней в виде сифилиса, гонореи, трихомониаза и прочих. Тем не менее, буквально запретить половые связи с немецкими женщинами никакая власть, конечно же, была не в силах. Большая роль отводилась агитации. Вот пример одной из листовок, распространяемых политотделами среди солдат и офицеров Красной Армии незадолго до конца войны. Товарищи военнослужащие, вас соблазняют немки. Перед вами и те немки, которые специально оставлены врагами, чтобы распространять венерические болезни и этим выводить воинов из строя. Какими же глазами будет смотреть в глаза близким тот, кто привез заразную болезнь? Надо сказать, что такая агитация в сочетании с карательными мерами воздействовала на солдат. Тем не менее, предотвратить близкие отношения между изголодавшимися по женской ласке военнослужащими и немками было невозможно. Немки сами готовы были расплачиваться натурой за еду. Тушенку, сахар, хлеб – для женщин немецких сел и городов это был вопрос выживания. Писатель Владимир Гельфанд вспоминал, «Мать девушки, за которой я ухаживал, была довольно кавалером. Еще бы, на алтарь доверия со стороны ее родных мною были принесены конфеты и масло, колбаса, консервы и дорогие немецкие сигареты». Некоторые военнослужащие за время нахождения в Германии так сблизились с немецкими девушками, что, по сути, жили как муж с женой. В результате многие немки забеременели. Однако взять своих немецких жен в СССР их русские мужья не могли. Советские законы не признавали таких отношений. Немок, даже беременных или успевших родить от солдат и офицеров Красной Армии, в Советский Союз не пускали. Западный сектор Берлина В западном секторе Берлина, где были американцы, англичане и французы, ситуация с интимными отношениями была во многом похожей. Поскольку голод был и в западном Берлине, то и здесь военнослужащие армии США, Британии и Франции часто расплачивались продуктами питания, а также вещами с понравившимися девушками. Насилие также были. Насильников, конечно, наказывали. Британское издание York Review от 25 октября 1945 года писало «Беспризорные молодые девушки открыто предлагают себя за еду и ночлег. Все очень просто. Для продажи у них осталась одна единственная вещь, и они ее продают». Первые послевоенные годы для многих немок это был вопрос выживания. Военный корреспондент из Австралии Асмар Уайт в конце мая 1945 года записал в своем дневнике. В воздухе стоял запах канализации и трупов. Фасад Фемины, ночное кабаре, был покрыт футуристическими картинками обнаженной натуры и объявлениями на четырех языках. Танцевальный зал и ресторан были заполнены русскими, британскими и американскими офицерами, сопровождавшими женщин. Бутылка вина стоила 25 долларов. Гамбургеры с кониной картошки – 10 долларов. Пачка американских сигарет умопомрачительные – 20 долларов. Щеки берлинских женщин были нарумянины, а губы накрашены. Многие женщины были в шелковых чулках. Дама, хозяйка вечера, открыла концерт на немецком, английском, французском и русском языках. Это спровоцировало колкость со стороны капитана русской артиллерии, сидевшего рядом со мной. Он наклонился ко мне и сказал на приличном английском «Такой быстрый переход от национального к интернациональному». Между тем, доктор Стюарт в медицинском отчете генералу Эйзенхауэру докладывал о том, что за шесть месяцев уровень венерических заболеваний возрос значительно. Одна берлинская прачка по воспоминаниям того же Уайта так высказалась по поводу интимных отношений немок с солдатами. «Девочки очень скоро затащат ваших солдат в постель и заставят забыть о приказах. Сами увидите. Так что разговоры о каком-то насилии над немецкими женщинами со стороны Красной, Американской, Британской или Французской армии явно преувеличены. Можно сказать, что эта нужда заставляла немецких женщин так себя вести. Это будет правда». Редактор субтитров А.Семкин